Премия добрых дел в нашей Подмосковье, как и всегда, в этом году проходит в несколько этапов. Первый включает в себя прием заявок, который продлится до 4 августа. Также в этом году в премию войдет всего 4 номинации. Это экология, волонтерская благотворительность, творчество и духовное развитие, а также прорывы в различных областях. Безусловно, каждая из этих номинаций включает в себя огромное количество смежных направлений. Допустим, экологический блок имеет следующее ответвление – охрана окружающей среды, благоустройство придомовых территорий, защита бездомных животных, создание приютов, борьба с незаконными свалками и многое другое. Призовой фонд премии в этом году составит 180 миллионов рублей, который поделят на тысячу победителей. Помимо всего прочего, действие 2019 должно удивить участников и форматом его проведения. Воспоминания прошлого года, как вы помните, мы поменяли формат, мы провели его на улице, на свежем воздухе, мы провели его в качестве фестиваля, все могли продемонстрировать свои проекты. Мне кажется, получилось очень душевно. В этом году мы снова вас удивим форматом, об этом мы пока не будем говорить, ближе к тому, когда будет церемония награждения. Надеюсь, к этому моменту, так как вы понимаете, что это все государственные контракты, все будет разыграно, определятся, надеюсь, достойные победители, чтобы мы смогли сделать все в лучшем виде. Однако я уверена, что нестандартный подход к подведению итогов вас порадует и удивит. Премия в Подмосковье будет проходить уже в седьмой раз. С каждым годом она совершенствуется, для этого вносятся определенные организационные коррективы, а людей, которые хотят принести пользу обществу и своему муниципалитету, становится все больше. В 2018 году, например, было около 12 тысяч заявок. Критерии же, по которым будут оцениваться проекты, остаются все теми же. Это социальная значимость, достигнутые результаты за прошедший год, практическое применение, уникальность проекта, охват аудитории и затраченные ресурсы. Некоторые принимают участие в конкурсной программе уже несколько лет подряд. Так победитель прошлого года Одинцовский клуб «Супер Мамочки» снова хочет попробовать свои силы в мероприятии. Ведь это служит определенным стимулом продолжать работать и достигать новых высот. Четыре года принимали участие в этом году. Это будет пятый год. Мы будем тоже принимать, несмотря на нашу прошлогоднюю победу. Участие в премии – это огромная мотивация для реализации новых и новых проектов, потому что благодаря победе в премии у нас образовалось еще два новых направления о нас узнала не только Московская область, но и не побоюсь этого слова Россия, потому что после премии мы объединили в чат лидеров сообществ 53 лидера. Это Московская область, это Москва и даже города России, которые заряжаются нашей энергией, мы делимся опытом. Отметим, что председателем Совета по присуждению ежегодных премий губернатора Московской области «Наше Подмосковье» будет Евгений Князев, ректор Театрального института имени Щукина и народный артист Российской Федерации. Мария Буржинская, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».